всем привет сегодня решил сделать обзор своей машинки черри тига 2007 год это первое поколение черри и поделиться кое-какими деньгами год у меня вот практически эксплуатирую соответственно ей уже 11 лет начнем с того что за этой машины я следил в принципе давно смотрел кучу обзоров форумов почитал и в общем-то искал именно такой вариант потому что бюджет был ограничен мой хотелось машину не старше 10 лет и более-менее с внедорожными качествами чтобы она была вот в беларуси у нас их еще не очень много до сих пор люди останавливают спрашивают что за зверь что там как как машина практически каждый месяц такой человек появляется так вот машинка в общем-то оправдывает ну на мой взгляд я расскажу все по-честному все косяки все достоинства оправдывает и деньги которые она стоит и на мой взгляд она и прихотливого обслуживания ну и конечно такой машины бюджетной есть соответственно недостатки первый недостаток это конечно кузов который не оцинкованный который в общем-то подвержен более больше коррозии чем так скажем машин премиум класса вот ну шумоизоляция соответственно тоже слабенькая это все понятно но опять же повторяюсь все это меркнет на фоне того что эта машина так скажем не требует сильно больших средств я специально вот тут кстати язычок такой вот двигатель тут митсубишевский 4 по простой как табуретка ничего такого сложного нет масло не живет абсолютно от замены до замены даже когда я брал ее год назад был залит шелл синтетика хозяин говорил кстати брал ее славном городе белорусском жодино и респект хозяина хистика за то что в общем то он ее смотрел за машиной смотрели это было видно вот и начаться проехал я на этом шеле наверно 12-13 масло вообще не потемнело ничего не приятно на шеллоте не примело так что в этом плане аккумулятор все стандартно все просто вот видите что все стаканы еще живые ржавчины не наблюдаются передняя часть спереди такая мухобойка она вот тут вот треснула видно когда-то все никак руки не доходит купить новые заменить стоит это копейки все против туманки работают там были как они галлогенки я их поменял потому что запрещено у нас кузов коцик конечно тут хватает вот этот вот косяк это вот дошла коррозия понятно чего на арочках тоже видите галлогенки галлогенки это тоже было до меня ну пороги как видите еще живые пороги живые и хочу заметить кстати звук довольно приятный закрывание дверей когда ее взял я обработал хозяин говорил видите она по порогам такие как бы это не грязь это пушечное сало вот обработал я все днище и все пороги пусть это не очень красиво но советую очень это делать потому что пушечное сало оно отличает мастика всяких битумных но имеет свойства не не застает она жид таком полужидком состоянии и отталкивает влагу поэтому мастики эти да всякие они наоборот влага находит какие-то лазейки под ними скапливается и соответственно гниет уши днище и все остальное вот эти проблемные места вот тут основная пробка не знаю сейчас покажу при освещении будет ли видно днище днище темное но все промазано ушечным салоом царапины возле деревьев это понятно тут небольшая коррозия пошла но это китаец которому 11 лет причем покупался он первоначально в городе королев московской области как мы сказали диски тоже вот этот диск почему-то обрез все остальные маленькие неприятные состояния вообще это конечно клон Toyota RAV4 иногда даже некоторые ставят шильдики спереди Toyota и сзади просто черед запаска тут огонь еще ну сзади стандартно башка у меня грязноватая нет не было шторки тоже они как руки не доходят купить сидение регулируется вот это вынимается и сюда откидывается вот ну тягал я на ней примерно в багажнике 500 килограмм это легко она не проседает ничего не слаживал сиденья ну вот идем слоем тут конечно это ребята вот это жесть этот звук это капец это как уазик закрывается двери приятно закрываются а вот это ну что не знаю почему такая верня так ну что посмотрим что в салоне потом прокатимся салон у нас родной еще не сильно убитый хотя есть там какие-то протеки специально вынул ключ потому что она пищит как там с ключом вот они ключи тоже родные даже с родным брелком были все просто открыл закрыл но когда вы всовываете и оставляете она будет пищать постоянно но это конечно разгражает немножко вот так вот тут все понятно спидометр одометр всякие приборчики уровень уровень масс уровень топлива кстати вот смотрите вот этот вот датчик он очень косяковый так скажем потому что можно и можно и на лампочке когда уже загорается резерв и ехать там допустим 50 километров может как вот недавно у меня вот так вот так в таком положении ну наверно на первую только было деление уже чуть-чуть сюда я думаю еще бензин есть приехал амабах и бензина нет то есть это тоже косяк не отрегулирована она вся эта система у них почему-то есть такое вот так все информативно все понятно тут кондиционер кстати работает это циркуляция воздуха аварийка всякая заднего стекла все работает люк люк тут вот откроем вот он люк кондиционер тут всякие кнопочки тут всякие отделения управление люком свет все это понятно так выключим пока зажигание ну на спидометре у меня сейчас сто четыре тысячи с небольшим брал ее было 90 ну около 90 тысяч ну я не думаю что это родной пробег тут кнопочки всякие двери блокировка зеркала все это понятно в машине есть АБС работает трудачок не маленький а тут еще две подлокотники одна ниша тут шнур еще прикуривателя всунул и тут такая хиротель можно мешки мелочевку сложить подстыкань 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 откинуть сзади места не сказать что это много сейчас вот я сяду сам за собой вот вот смотрите место еще рост метр семьдесят пять конечно если будет человек впереди метр девяносто то будет ему это снова вот такая вот значит что менялось в этой машине за год кроме масла я поменял две шары хотя одну из них не надо было менять потом мастер снял говорит она еще была отлично быстрее я поменял косточки ну это так называемые тяги стабилизатора или как это правильно называется и поменял лямда зонт была такая проблемка кстати забыл сказать на бензобаке написано сейчас покажу что бензин надо заливать не менее девяносто три октан чтобы не открыл ой капот открыл вот кстати бензобак открывается видите использовать только неотилированный бензин но почитав всякие форумы по черри тига российские украинские и в принципе когда я начал заливать 92 хозяин до этого заливал 95 ничего я не почувствовал никакой разницы ни по расходу ни по тяге машины ни по работе двигателя в общем до сих пор езжу 92 бензин вот и когда я купил не знаю может это уже была проблемка загорелся у меня чек это вот желтенькая верхняя штучка у нас все сгорит но когда заведем она гаснет она у меня не гасла вот и поехал я к электрику вот слышите как работает двигатель но это еще холодно все ворота сильно не упали греется машина очень быстро печка очень хорошо все отапливает никаких проблем вот поехал к электрику но он говорит у меня на такую машину нет к сожалению вот этой программы чтобы сделать диагностику компьютерную но скорее всего это лямда зонд который там вот стоит под капотом мне показал самый верхний лямда зонд который уже идет в коллектор вот потом я поехал все-таки на станцию нашли там программу и точно все дело было в нем и цена вопроса у меня была как вы думаете сколько это лямда зонд стоил оригинальный я ждал его неделю из Китая обошелся у меня в 40 белорусских рублей то бишь 20 долларов США для сравнения в тойоте такая штучка стоит 150 долларов если конечно универсальный дешевле но все равно цены очень приятные и даже на те же расходники по подвеске очень хорошие цены да можно сюда от RAV4 все подходит подвеску не вопрос если вы там хотите там ну я не считаю что это нужно для этой машины все эти узлы они выхаживают свои пробеги и не надо переплачивать она и покупается эта машина бюджетная для экономии ваших средств единственное тут конечно что можно было так скажем изменить это расход топлива да расход у нее десятка это стабильно это и летом по трассе чуть не может если вы там не сильно топите то меньше но десятка зимой даже и больше пока она там прогреется пока вот это все но в новых черри уже двигателями 1.6 там вроде бы уже расход поменьше стал но зато вот этот двигатель проще без всяких там воротов электроники всего такого и он очень тяговитый то есть он на любой передаче подхватывает но потом вот проведем и увидите что динамика у него обалденная то есть я не боюсь на трассе обогнать машину фуру там не боюсь в городе где-то там надо мне проскочить где-то там на светофоре или что-то такое какой-то маневр запаса много за это соответственно приходится платить вот что еще сказать о машинке что я тут еще делал вот лямбда зонт и все наверное ну заменил галогенки потому что запрещено аптекосмотр не прошел поставил обычные лампочки филипповские пришлось повозиться кстати он стоит с правой стороны фара снимается очень неудобно мешает этот бачок омывателя ну как бы повозился и сделал вот вот ну вот ну а обогреть все денег кстати есть передних вот вот эти две кнопки и пепельницы мне не надо я не хурю стеклоподъемники тоже кстати стеклоподъемники задние почему-то у нас кнопки не работали и я как бы до них еще руки не дошли потому что в основном езжу один но максимум вдвоем поэтому ну как бы не надо а с этой вот с этой панели они все открываются закрываются ну тут зеркало стандартное там тоже такая фишка вот хозяин мне предыдущий оставил еще подшипник этот какой выжимой подшипник типа что ему вроде как сказали что он уже на исходе ну не знаю я вот уже езжу второй год ничего там нет просто видимо он подумал на другую фишку я потом когда поедем скажу поэтому она и подумал что подшипник или что это далеко не так есть черед тига почему-то такая вот особенность так ну что проверим все тогда на ней так поехали пристегиваемся так примерно она работает вот особенность этой машины двери заблокировались тоже особенность черед тига знает для чего они это сделали по сути двери то можно открыть вот вот коробка работает в общем-то плавно ну сам рычаг работает вот когда трогаешься вот сейчас на светофоре помазили и катимся во второй и он слышит толчок хотя и сцепление отпускаю довольно-таки плавно просто вот такая вот инструктивная особенность да забыл сказать что работала машина раньше гораздо громче потому что я менял тут вот как вот 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 поэтому тише стало вот вот здесь подвеска довольно-таки такая не твердая не мягкая сама а бездорожья я ее тоже пробовал такой небольшой но и динамик возможно на ней быстро ускориться это в городе на трассе еще лучше за это я ее тоже люблю что нету риска попасть на какую-то пыль у меня до этого машина они 5 передачи я там еле-еле успевал завершить обгон в общем были такие вот проблемы тут таких нету проблем но зато расходы конечно вот так вот она преодолевает держащие полицейские даже можно на треть в принципе 2000 оборотов и хватает разогнаться она не как говорится не лопнет хватает и мощи обзор обзорность хорошая без зеркала зеркала очень большие в это зеркало конечно меньше смотрю даже в основном хватает рукава удлин возьми немного поскрипываю Педали иногда. Наверное, сожжали и то что-то. Вот такой вот китайский зверь. Честно говоря, я почему-то уверен, что в ближайшие пять лет китайцы, наверное, помните, как смеялись над корейскими производителями поначалу машинами, что корейцы, корейцы не сделали выводы и теперь производят качественные и недорогие машины. Так же будут из китайцев. Уже вот эти нового поколения циги намного проще по кузову. По краске они уже более качественные. Я вообще не стараюсь стереотипно мыслить, что якобы немецкая машина там, ну да, может быть. но узнавал я случаи, когда и немецкие машины ломались и очень даже хорошо там чуть-чуть. Вот для меня критерии обслуживания, дешевизного обслуживания и минимальное удобство. что мне не надо там пассаж кресла. В общем, такие вещи. Но это машина по моему уши. Эта машина меня в общем-то устраивает. И даже, ну, кстати, бюджет мой был ограничен. Купил я ее за четыре там с чем-то тысячи долларов. Вот на за акции. Ну и вот смотрю иногда по объявлениям, что, в общем-то, цена на них не сильно падает. Откровенно ушатанные, конечно, они будут стоить может быть и за три с половиной, за три минуты. Это в нормальном состоянии будет стоить четыре. Ну а уже второго поколения, третьего, понятно. Вот так вот. Многие люди подходят, спрашивают, как, ну, что. Рассказываю все как есть. Вот. Ничего не скрываю. Пока машине доволен. И были у меня до этого машины и жигули были. Кстати, вот немножко стали пищать колодки. не знаю, смотрел, они как бы целые колодки еще. Но почему-то вот. Ну вот здесь, кому качество, может быть, влага попадает, но она пищает. Несмертельно. Если включить обдув, конечно, он будет шумнее в машине. С включенным кондиционером, естественно, больше расход. Но я стараюсь им не пользоваться даже в жару, потому что это не очень здоровье. Поехали. Вот такой вот был честный обзор на машину Черри Тига 2007 года. Пилемом бывает четыре. Кто заинтересовался. Я так скажу. Кому надо комфорт, какой-то понты, то могут, да, конечно, взять, там, Вольво, там, какую-то машинку только подороже. Беспорь, они лучше. Кому надо такой простой, надежный помощник. Ну, единственное, что сразу, конечно, сделайте вот обработку кузова. Потому что даже если новую будете брать такую машину, то она не помешает. Вот. Такие вот дела. Вот так машинка построена. Тем более, и в 11 лет не забывайте. Упал для машины. Ну, все. На этом обзор закончу. Всем всего доброго. До свидания.